Американская Дарья Донцова Книжный обзор известных любовных романов Норы, Робертс Любовные, или, как чаще говорят, женские романы в рейтинге читательских симпатий уступают место разве что криминальному жанру. Любовные романы завоевали популярность у читательниц Соломбальской библиотеки номер 5 неспроста. Они весьма разнообразны в плане сюжетов и часто включают элементы других литературных жанров, что позволяет удовлетворить практически любой вкус. Среди большого числа писателей, а преимущественно писательниц, работающих в этом жанре, особое место занимает Нора Робертс. По количеству издаваемых в год романах их популярности Нора – американская Дарья Донцова. Робертс чрезвычайно плодовита, иногда публикует по 6 книг в год. При этом ее творения не покидают топы продаж на Амазон. Писать Робертс начала случайно, когда ей пришлось две недели просидеть дома из-за урагана. Но она так увлеклась процессом, что не остановилась на одном рассказе. Три года обивала пороги издательств, пока, наконец, ее произведения не были напечатаны. Представляете, как сейчас кусают локти те издатели, которые ей отказали. Нора уверена, что для писателя необходима дисциплина, поэтому работает по несколько часов ежедневно, четко придерживаясь творческого графика. В библиографии Норы есть и любовные романы, детективы есть тоже. Кстати, ее произведения переведены и на русский язык. Но сегодня мы будем говорить именно о любовных романах этой писательницы. Остановись мгновение. Свадебный фотограф Маккензи Элиот превратила свою работу в настоящее искусство. Ее будни – это круговорот цветов, кружев и нескончаемого праздника. Однажды на репетиции очередной свадьбы она встречает Картера – застенчивого, обаятельного школьного учителя. Их взаимное притяжение велико. Но это пугает Маккензи. Через объектив ее фотоаппарата прошли сотни влюбленных. Но лишь некоторые из них стали счастливы по-настоящему. Вкус счастья. Жизнь Лорен Макбейн, кондитера свадебного агентства «Брачные обеты», на самом деле не такая уж и сладкая. А она с детства влюблена в брата своей подруги Делани Брауна. Но, как ей кажется, он не видит в ней женщину. Впрочем, когда Лорен в отчаянном порыве страстно целует дело, реальность оказывается изумительной ее самих смелых фантазий. А она как в омут бросается в любовь, совсем не думая о будущем. Да и есть ли будущее у этих странных отношений? Шипы и лепестки. Талантливая флористка Эмма Грант владеет свадебным агентством. У нее полно поклонников, но она не может найти среди них своего единственного. Эмма не подозревает, что он уже давно рядом. Джек Кук стал для нее не просто другом, а настоящим членом семьи. Однако его чувства к Эмме давно вышли за рамки дружбы. Но он никогда не связывал себя с серьезными отношениями с женщиной. А Эмма мечтает о любви на всю жизнь. И если они хотят найти взаимопонимание, или хотя бы просто сохранить дружбу, им придется искать ответ не только в своих сердцах, но и в своем прошлом. Девушка без прошлого. Нелл Ченнинг приехала на остров Трех Сестер, чтобы скрыться от жестокого мужа. Но даже вдали от него, посреди бескрайней Атлантики, она не чувствует себя в безопасности. Полюбив местного шерифа Зака Тодда, она боится, что у их романа нет будущего. Ведь Нелл Беглянка инсценировала собственную смерть и скрылась под другим именем. Сердце красавицы. У Паркера Браун, координатора известного свадебного агентства, удивительная способность в мельчайших деталях воплощать в реальность мечты самых взыскательных невест. Но о своих мечтах Паркер задумывалась очень редко. Пока не встретила Малкома Каванафа. Человека совершенно непредсказуемого, который перевернул с ног на голову всю ее расписанную по часам жизнь. Он гоняет на мотоцикле, игнорирует ее холодность и провоцирует Паркер на необдуманные поступки. Доверившись неожиданному чувству, девушка должна будет принять важное решение. Но на этот раз не разумом, а сердцем. Наперекор волне знаменитый автогонщик и яхтсмен Кэмерон Куин путешествовал по всему миру, тратил деньги на женщин, шампанское и не знал ни в чем нуждом. Но жизнь Кэма резко меняется в тот миг, когда он поклялся умирающему отцу позаботиться о мальчике, судьба которого была так похожа на его собственную. После многих лет беспутной жизни ему и его братьям надо заново учиться жить вместе. А это совсем не просто. К тому же в их жизни появляется красавица Анна, умная, очаровательная женщина, которая любит его. Отныне судьба четырех братьев в ее руках. Прилив. Из всей семьи Этан был самым тихим и нерешительным. Но пришло время взять на себя ответственность за жизнь младшего брата, за счастье женщины, которую он давно любит, не надеясь назвать своей. Никто не догадывается, что за внешней невозмутимостью и спокойствием Этана скрывается боль, пережитая им в юности. Но чтобы обрести счастье, ему придется справиться с призраками прошлого. И кто, кроме любимой женщины, поможет ему в этом? Мисс Совершенство. Беззаботный холостяк Райдер Монгомери предпочитает флиртовать с Хоуп Бомонд, безупречным администратором отеля. Не задумываясь о будущем, тем более, что времени на личную жизнь у него мало. Вместе с братьями они владеют строительной компанией и заняты с утра до ночи. Но вот однажды в отель приезжает бывший парень Хоуп, который оскорбил ее год назад. И она просит Райдера притвориться ее женихом. Тихая гавань. Филипп Коэн поражен, что его младший брат, будучи приемным ребенком, удивительно похож на их отца. Разве это может быть случайностью? Как только он берется за разгадку семейной тайны, на его пути появляется красивая рассудительная Сибилл Гриффин. И хотя ее симпатия к Филиппу очевидна, от нот не чувства движут женщины в стремлении быть ближе Коэну. Не оконченный маршрут. На небольшом острове Оркас США координатор поисково-спасательной кинологической службы Фиона Бристу каждый день борется за жизнь потерявшихся людей. Когда-то она сама чудом вырвалась из рук маньяка и теперь замкнулась в своем мирке, в котором может положиться лишь на верность собак и собственную силу воли. Но разве может быть счастлива одинокая женщина? Знакомство с собаководом-любителем Саймоном Дойлан может не только изменить ее жизнь, но и спасти от неминуемой гибели. Конечно, если Фиона сможет ему довериться. Моя любимая ошибка. Удивительное перевоплощение Элизабет Фич началось с черной краски для волос, пары ножниц и поддельного удостоверения личности. Переезжая с места на место, она избегает соседей, не заводит друзей, не оставляет следов. Что скрывает таинственная молодая женщина, которая поселилась на окраине городка, «Кого боится?» Эти вопросы не дают покоя шефу полиции Брюксу Глиссену. Чтобы узнать ответы на их вопросы, он готов рискнуть головой. Привыкшая к самодисциплине Нора создавала по 5-6 произведений за год, и каждый новый роман имел столь же оглушительный успех, как и предыдущий, а порой и превосходил предшественника по популярности. И как бы в дальнейшем не развивался жанр любовного романа, не только книг Норы Робертс, вряд ли можно сомневаться в его популярности до тех пор, пока читатели верят в главную составляющую этих книг, настоящую любовь. Многие книги Норы Робертс есть в Соломбальской библиотеке имени Бориса Викторовича Шергина. Берите и читайте.